Всем доброе утро! Ну или добрый день. Нас смотрят люди с разных регионов и не только России, но и из других стран. Сегодня погодка замечательная и она дает мне возможность, и не только мне, Валя тоже выйдет на улицу, наверное, выполнить какие-то задачи и дела. Я не зря находился на фоне вот этих дров, потому что их нужно расколоть и сложить нормально уже в дровник. Но, как вы знаете, у нас его нет, а мы в каком-то из видео говорили, что будем его строить. Будем строить его вот здесь. Так, принес я четыре опоры. Они в качестве тумб, получается, будут известняковые камни. Не очень я определился еще с размерами. Точнее, ну, где-то выше трех метров в длину, два метра в ширину я посчитал. Вроде примерно там должно хватить, ну, полтора прицепа, два прицепа прям битком, чтобы дров туда забить. И хочу еще сделать с левой стороны или с правой, ну, такой закуток, типа инвентарки, до метра шириной, ну, и глубиной два метра, получается, как дровник будет. И вот, наверное, придется еще, наверное, две тумбы использовать по центру, если она будет, к примеру, четыре метра сторона. То поддержка, даже если брус 100 на 100 будет, я думаю, придется еще найти два валуна. Так-то у меня досок много. И вот эти тоже, которые привез я с лесопилки. Вот эти, кстати, мне говорили использовать на стол, да, вот, хорошая идея. По типу слэбов. Она широкая, но я, в принципе, хотел ее использовать на лавочке в этой беседке, но, не знаю, может быть, как раз-таки что-нибудь можно будет смастерить и стол сделать. Но он будет очень массивный. Здесь 60 миллиметров, наверное, она очень тяжелая, сырая, наверное, еще, потому что... А так вот здесь есть, здесь доски есть. Вот эти тоже можно использовать. Это здесь есть доски хорошие, можно на пол постелить. Девчонки вышли на улицу. Валя тут начала рубить сразу дрова. Я говорю, Валя, у тебя там розы есть, посади их. Она говорит, мне нужно проснуться. Дома сидишь, спать хочется, на улице выходишь, все уже. Я вчера просто с девчонками до полу второго ночи разговаривали. А, да, ты точно-точно. А потом сегодня я в 6 утра встала для того, чтобы видео монтировать выложить, поэтому я... Ну, для ясности ты не с нашими девчонками разговаривала, а те, которые, ну, твои одноклассники. Всего мира разбросаны, да. Да. Ну, ты смотри, вот чуть-чуть проснулась, все, надо розы садить. Да, все, пойду. Так, я разметил уже, где будет дровник. Дровяник, дровяник, наверное. Здесь поставил досочку, то есть здесь где-то метр будет инвентарка. А длина получилась 5300 и глубина, ну, ширина 2,5-2,6 метра. Такого плана будет дровяник. И высота у него, я думаю, где-то около, ну, до двух метров будет. А сюда мы будем складывать лопаты, шланги всякие, тачка сюда заедет спокойно, сюда дверь. Ну, в общем, как получится, потом посмотрим. Короче, я поставил уже все брусы на рубероид. Ну, вот сейчас буду столбы ставить. А, и закреплю еще поперечный. Вот есть все-таки положительные моменты в самоизоляции. Только именно в эти моменты понимаешь, насколько важна свобода. Особенно если у тебя есть частный дом и возможность есть огромное, что-то делать, отвлечься, сад, огород, строительство. Это очень удобно. К примеру, вот у Миши с Леной также есть частный дом в деревне. Вы помните, мы к ним ездили, помогали утеплять мансангу. В этот раз, к сожалению, в связи с карантином мы не смогли это сделать. А хотелось бы, потому что под этим видео в комментариях было очень много вопросов, касающегося этого дома. Поэтому мы попросили Мишу снять коротенькое видео, чтобы он ответил в этом видео на некоторые вопросы. Если вы вдруг не нашли ответ на ваш вопрос, он дополнительно еще на своем канале осветит эти вопросы. Так, привет всем. Здесь ответы на вопросы у нас. Одна женщина, я уже не понял, как ее зовут, спрашивает, почему вы используете металлочерепицу, но металл на кровлю, а не андулин. Вот. Но причина одна, как я считаю, у соседа вот у нас сделана, потом покажу вам, андулиновая крыша. И она уже, наверное, года три прошло, она уже вся покрылась мхом, вся во мху. Вот. И я думаю, там уже скоро начнут уже трава расти даже. И мне что-то неохота так было делать. И мы решили сделать у нас из металлочерепицы, конечно, все. Так, был еще один вопрос по поводу... Спрашивали, что будет шумно, когда будут идти осадки, дождь, этот град падать, будем слышать. Этот утеплитель техно-николь от RockLite, почему мы его выбрали? Потому что он универсальный, он и теплоизоляцию хорошую обеспечит, и шумоизоляцию. Вот. А были случаи, вот у нас, у знакомых, я вот знаю, у них утеплили вот мансарду тоже, даже 300 мм, но вот этой желтой ватой, которая слеживается, не каменная вата, вот как вот эта, а желтая, и у них, кстати, при 300 мм, утеплении при 300 мм, даже слышно вот этот шум. Еще один вопрос был. Почему блоки, а не каркасное строительство из дерева? Вот. У нас цена, дерево очень дорого. Ну, как дорого, 8 тысяч. А блоки у нас стоят 3 тысячи куб. Оно дешевле, а теплопроводность блоков точно такая же. И плюс, что я могу это делать один, блок весит килограмм 20, наверное. Я его один беру, поднимаю и ставлю. А с деревом здесь уже мне все сложнее. Здесь уже бревно, я не могу один поднять и поставить. Так, по поводу денег вопрос был, что сколько я потратил. Я вам могу только сказать по объему, сколько я затратил все. Вот на фундамент у меня ушло 14 кубов бетона. Два миксера приезжало. Потом блоков ушло 32 куба. Это без внутренних перегородок. Они у меня, ну, как бы были блоки уже. И металлочерепицы у меня ушло здесь где-то 70, так, 140 квадратов. И плюс по ампериломатериалу кубов 6 древесины. Цены у вас у всех в регионах разные. У меня тоже отличаются от вашего. Так что можете прикинуть, сколько у вас это получится. У меня вот так вот вышло. А, да. И технониколи, и утеплителя Роклайт у меня ушло 102 пачки. Вот на утеплитель, чтобы вот этот весь дом. Напомню, что по промокоду ЖИЗНЬДЕРЕВНИ2020 по ссылке в описании на сайте технониколи вы можете приобрести продукцию со скидкой 5%. И не волнуйтесь, если вдруг вы не успеете в связи с карантином. Эта акция длится до конца этого года. Поэтому вам желаю удачной и легкой стройки. А мы продолжаем работать дальше. Че ты, Валь, смотришь? Доброе утро. Доброе утро. Я воду наливаю. Я смотрю эти, когда подходил, они разлеглись тут. Самки. Мы отделили мелких крольчата от наших самок трех штук. И они такие довольны сейчас. Ой, че такое? Почем гусы не ушло? Они наконец-то отдыхают, наслаждаются. Ну отдыхают, вон комбикорм раскидывают. Раскидывают? Ну да. Ну вот это нет, а это да. Хулиганы такие. Че ты, как? Не, ну а вот чувствуется, они сейчас потихонечку вес наберут, отдохнут, да. Ладно, сено им надо отдать. А то не так легко поднять 8 детей. Да, да. Вот, смотри, как пьет. Главное, когда наливаешь ему воду, он все время переворачивает. Ну как так? Взяли вот у Александра Георгиевны сено. Уже заканчивалось. Привет, гусь. Привет, гусь. Как у тебя дела? А? Все хорошо? Ты че, камеры боишься, что ли? А? Ты даже не шипишь. Как так-то? Ну? Да изучает. Интересно ему, что это такое. Да? Да ладно. Так, наши белоснежки. Держите. Грызуны. Привет, мелочевка. Залезли в кастрюлю, тут едят. Все высыпали. Как вы здесь поживаете? Позавчера мы их, по-моему, переселили. Они здесь все облазили, все посмотрели, да? Да. Они залезли в сковородку, он и едят, дизернут им дала? Да, это с вчерашнего дня. Я тебе как раз хочу сказать, чтобы ничего не давала, мы доедать, в обед придем дадим. Потому что у них все сены есть, и комбикорм, и зерну. Ну, надо им это, дать осиновых палок. Они будут грызть с удовольствием. А вот виши они перегрызли, я им давала еще. Ну, бревно, да, тем пускай грызут. Ага. И этот сны, вчера мы с дичонками собрали, они вообще без остатка все съели. Да. Уже накакали сюда. Уже вот так что же вода не было. Ну. Блин, я вот не понимаю, высокая эта штука, как ваша попа туда, блин, помещать, что-то накакать? Они ее специально поднимают. Ну вот, что и требовалось доказать. У тебя лапы откуда растут? А? Вот как? Вот в углу же стоит. Почему перевернул? Попил и перевернул? Типа не нравится, да, тебе? А? Эй, рыжик. Или ты думаешь, на дне там что-то есть? Засранец, блин. Ну вот он попил чуть-чуть и перевернул. Опять? Ну, главное, что вот эти вот, вот эту кору от осина, они грызут, буквально за два дня сгрызают. Так что им надо еще порубить. Ну вот и теперь ходи, мокрый. Ну что, я вчера вечером уже подготовил все брусы, подмазал их, зарезал и подрезал. И сегодня уже выставил вот таким вот макаром. С этой стороны у нас, так как инвентарка будет, в принципе, можно вот такие вот сдвоенные доски использовать. А вот здесь я нарастил два бруса, ну и, естественно, подпорку сделал в виде валуна. 400 мм зарезал с одной, с другой стороны и гвоздями сколотил. Еще бы неплохо с обеих сторон досками сшить для более крепости. И вот с той стороны так же. Сейчас буду столбы резать, ставить. И, кстати, вот промежуточные, наверное, буду еще соединять. Три или четыре штуки. У нас непонятная погода. Был утром дождь, а сейчас я не знаю, что это. Снег, мокрый снег. Вчера мы сделали вот столбы. Вот, а сегодня, не знаю, погода такая, что не хочется вообще на улице ничего делать. Да и под такой дождь, снег не очень-то и комфортно это все делается. Зато бы всем комфортно. Вот иногда хочется отдохнуть, а иногда хочется выйти поработать, но не получается. У нас с утра вот только одна задача выполнена была, это покормить животных и прийти домой обратно. Вышли мы работать только после обеда. А все почему? Потому что дистанционное обучение. Да, здравствует дистанционное обучение, да. Я не знаю, что делают родители, у которых хорошо, она Соня отличница, и она быстро в это во все вникает. Допустим, ну по-немецки ей понадобилось, на немецком уроке делать, понадобилось чуть больше времени, потому что немецкий не родной, и не нужно вникать, вот это вот слова выучить, там и так далее, перевести. А во всех остальных предметах все хорошо, это только мне нужно все эти организационные вопросы. Немецкий одному учителю, это домашнее задание, русский математика другому учителю. Надо разобраться то, что в группе все родители пишут дополнительно, сфотографировать, выслать, кому на почту, кому на WhatsApp. А что делать родителю, у которого 3-4? Да, да, вот я только сейчас думаю, у нас только Соня, кошка-школяр, а Катя еще не учится. А если 3-4 человек, 3-4 ребенка? Наверное, это больная тема для многих, а тогда так, что переходим, пашут... Люди пашут, поле. Поле, да. В общем, переходим обратно к нашей стройке, мини-стройке, так сказать. Я уже говорил размеры, ширина, длина, мы поставили столбы, с Валентиной Георгиевной она помогла мне. Теперь наверх сейчас поперечины поставлю, 150-ку, с той стороны и с этой, а потом буду уже дальше к крышу. Ну, надеюсь, что сегодня хоть что-то сдвинется, потому что, ну, уже полдня потеряно, считай. Ну, а что у нас теперь вообще, как это сказать-то? В общем, у нас в Старице же был один человек с коронавирусом, теперь их 7. Так что мы сидим дома, никуда не влазим. И работаем. Работаем. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Валя с девчонками ушли на поле, я их не вижу. А, вон они. Не знаю, зачем пошли. Может, червяков собирать. Я тем временем ставлю уже в последнюю косину с этой стороны. То есть их две, и они упираются друг в дружку. На столбах я сделал запилы на толщину примерно самой косины. Но они разные у меня, 20-25 мм. С этой стороны я тоже так же сделал, то есть V-шку, и они упираются друг в друга. Там, правда, неправильно сделал. Здесь вот нужно делать скос такой, чтобы они прям торец в торец упирались друг в дружку. Ну ладно. Учту на будущее. Это, в принципе, дровник. Не такая уж конструкция. Ну, просто пролет 2 метра шириной, и приходится вот такие вот делать косины. Так, вот эти вот, получается... Я не знаю, показывал, нет? Вот эти вот двухметровые доски, они закреплены вот на этих вот опорах 50 мм. Вот. А уже вот эти промежуточные, перпендикулярные к ним, они идут на гвоздях. Я вот эти вот еще подстрахую, наверное, такими же опорами. И все. Я думаю, что сегодня уже по мелочи я нарежу досок тоже на укосины с этой стороны. Там, с той стороны. С этой стороны будет проход к дровам. Вот. И здесь можно укосины сделать, ну, такие внешние. Обшиваться будут только три стороны. Вот. А с той стороны, слева, у меня метр сто пролет. Там будет инвентарка. Я считаю, что для меня это будет достаточно. Как я сказал, что тут темнеет, поэтому Валя сегодня обещала манник, поэтому встретимся уже вечером там, за манником. Слушай. Да? Я смотрю, там червей собирала на поле. Как же хорошо на улице. Каких червей? Я столько классных кадров засняла. А я сказал уже всем, что ты пошла с девчонками червей собирать. Какие червя, Артем Андреевич? А я тут пришла. Какой день прекрасный. Какой вечер. Все распогодилось. А тема все вот так вот обрубает червями своими, да? Червей собирать. Пошли на рыбалку. Ты представляешь, что папа сказал, что мы червей собирали? Девчонки, между прочим, вон штырь нашли, который коза этот. Соня такая... Ну... Червей? Ну да. Червей. Я смотрю, куры там опять пошли. Их надо подогнать. Соня, погибли, пожалуйста. Да, да, да. На речку ходили. Там уже речка, этот... Ну, вода уменьшилась. Все, в берега вошло. Ну, отлично. Да. Я тебе сейчас покажу, что я наснимала. И... И в видео тоже вставим, чтобы зрители заценили, как я снимаю. Это все то, что здесь будет. Это красивая там и животная, и природа. Это я снимала. Лайк, подписка. Вот за те кадры, да. Лайк, подписка. Лайк. Ну, все, давай я тебе покажу. Хорошо. А Манни где? Ну, сейчас пойдем девчонкам делать. Валя, начала мне тут кадр красивый показывать. И на нее птичка как сикнула. Она накакала на меня. Так, к счастью, к богатству. Ну, и вообще ко всему хорошему. Это, чтобы ты не расстраивалась. На, держи это богатство. Мне не надо. Ну, сон, ты куртку... Куртку такую не надо мне. Ну, посмотри, ты видишь, как она на меня от души так покакала. А почему она меня не на, не на, не на тебя? У меня аж этот... А подожди, может, я просто не замечаю. Я просто так работаю, что мне без разницы, кто там, как сверху там... На меня как, ну, птичка. Мне некогда. А я, блин, тебя сниму... Ой, сейчас еще и на лицо. Все, домой. Я ушла от... А я, блин. ура что наконец-то наконец-то мы будем есть манник жалко что сметанки нет ну закончилась катя катя у нас герой выдержала когда и заносы втаскивали из руки как она просто рассказала мне дерево в палец попал в общем мы все уже вечером дома покормили животных всех и будем наслаждаться вот этим вот вкусным манником кто-то уже дали чем что-то сейчас пойдет в душ но манечек он прям а что вы не садитесь скромные такие ну катя понятно у неё звонок бревно пальцы было ты что вы идете кушать а вилки все ладно всем пока до приятного птица спокойно да и спокойно будет сейчас спокойно ночи а вам наверное я даже не знаю всем пока всем всем пока у нас завтра будет очень интересный день мы это обязательно с ними да на все так что смотрите нашли сегодня пока когда пока катя только рукой машет не узнал зовут через руки у не убривнув пальцы